Доброе утро, дорогие друзья! Это студия Хорошего Настроения. И сегодня день замечательный, 13 января. И, в общем-то, 13 число абсолютно здесь не счастливое, как принято обычно это считать, потому что сегодня, во-первых, Старый Новый Год, ну а во-вторых, еще один праздник, который на Беларуси отмечается уже очень-очень давно. Каляд, называется этот праздник, это даже, наверное, целая неделя, целый период, который проводится от Рождества и до Крещения. И все, что касается этого ритуала, этой традиции, нам сегодня расскажет наш гость, руководитель фольклорного ансабля «Громницы» Владимир Кузьмич Зиневич. Владимир Кузьмич, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Каляды, мы слышали, наверное, это выражение, это слово с детства, примерно предполагаем, что это такое, но, наверное, вы сейчас расставите все точки над «и». нам профессионально обо всем расскажете. Что же такое каляды, откуда они взялись? Ну, каляды – это старожитное народное свято, свято, которое на Беларуси святкуется до христианских часов. Каляда, калядица, добрая молодеца, а что ж ты нам, каляда, принесла? А что ж ты нам, каляда, принесла? Скажем бабам, бакею чашку, молодецам, басыну чашку, К красным девкам повяну чашку, К малым детям паяю чашку, Каляда, калядица, добрая молодеца! Вау, браво, браво, кто же вы такие людцы добрые? Нет, что же я вас не ведаю, скулью взялись. А мы люди непростые, далеки на краю, Хлопцы у нас стартные, Делки у нас сладные, Спасам огораю! И скуль же вы пришли? Идем кругом света, аж от пана лета! Мы сами идем и калядаем калядаем! Счастье и радость людям несем! Песни спеваем, каляду и смираем! Ну давай, господар, хлеба, колбасу! Ну я тогда всю хату раскрошу! Да у нас тут на самом деле есть кое-что... Насчет колбасы мы не обещаем! Да, тут все, чтобы мы смогли собраться с обоих наших, Нашей съемочной группы... Это был, конечно же, сегодняшний обед, Но ничего не поделаешь, что делать? Ну что ж, я так понимаю, что... Да, не с поделана, конечно... Вот так, звучит нам на Беларуси... Врываются в хату, да? И сразу требуют еды! Ну что ж, давайте сейчас об этом поподробнее и поговорим! Давайте кого-нибудь в жертву возьмем себе! А вот как жертвенный козыщик придет! Да, господа! Встретимся еще обязательно уже на нашей сцене! Да, давайте все-таки, Владимир Кузьмич, вернемся к теоретической части этого вопроса! У вас уже есть поддержка! Здравствуйте, представьте свою помощницу! Это Алена Грибко, удельница ансамбля Грамницы, студентка другого курса Кафедры белорусской народно-песенной творчести, Белорусского державного университета культуры и мастерства! Она же козочка по заместительству! Да, Алена, здравствуйте! И вам! Ну, второй курс, наверняка, вы уже много знаете, да? И можете нам тоже рассказать! Мы начали уже спрашивать у вашего руководителя, что же такое каляды! Он нам ничего не сказал! Что касается каляды, да, какие есть основные традиционные моменты, которые надо упомянуть и которые надо использовать на каляды? Самые три главные моменты, это три кутцы, это... Треба подлумачить, что кутца, это, по-перше, святочная вечера, а по-другому, кутца, это такая каша, которую рыхтуются на передней трех святых вечеров. Три святые вечера, так. И три кутцы являются неотъемным таким атрибутом свята, атрибутом белорусских каляд. Первая кутца, это кутца голодная. Она проводится... Постная, что называются? Она проводится на передней каляд, после филипповского поста. Поэтому она и называется голодная, что это опошний день поста. Другая кутца, кутца богатая, она проводится, как теперь у нас, на Новый год. На Шадрец. На Шадрец. Ну, как раз сегодня 13 января, так понимаешь, щедрый вечер. По-какльке она богатая, тогда можно есть и калбасу, разные тлустые стравы. И опошняя кутца, кутца водяная, ее проводят на водохрящах. Это теперешне у католиков святы три короли, а русские, у русских православных, это водохряща. Ну что же, ничего, ничего, можно разобраться, я думаю, по-любому. Таким причинам, вось, каляды святкуют два тыдни, починающие от семага и вось 19-е. Каляды и все, что с ними связано, это в основном что-то, кажется, из старого, из забытого, из прошлого, или нет? Или на сегодняшний день белорусы возвращаются к своей традиции? Ну, я бы сказал так, что на Беларуси эта традиция николь не перерывалась. Конечно, Новый час, углубляются основы социокультурные вось гэтей традиции. Ты мне меньше, Беларусь тым адрознюется от инших краин святу, что мы вельми добро заховали вось гэты старожитный пласт белорусской традиционной культуры. Я казал уже, что каляды гэта дохристиянская свята, и вось пасёння каляды святкуюсь на Беларуси, и особливо добро святкуюсь их в опошний час, калі Беларусь пачала будаваць свою незалежную дзержаву, и ось гэты традиции народны, в тым лікуй каляды, они изъявляюцца тым падмуркам, на якім мы грунтуем нашу дзержавность, а с другого боку и сама дзержавность допамагае гэты традиции разювати. Что касается щедрования, щедровечера, альбо щедрца, как вы уже сказали, что является основным признаком этого щедрования, этого щедрца? Ну, я спочатку, я хатял бы означать, что щедрец гэта щодры вечер, ось усе калядны вечары на протягу калядов гэта святые вечары, а вечер, калі мы святкуем щедрец, гэта щодры вечер. Щодры тому, что богаты, тому, что тут ужываюць напереда дненового года, мясо, все, чаго нельга было... Запрещено в пост, да? Да, в пост, то тут якраз можна. Тому гэта щодры вечер. По-другое, канешня, щодры йон и тому, что те абрады, які отправляюць ў гэты вечары, яны звязаны з ураджаем, яны звязаны з добробытам чалавека, и гэта ты узоры аграрной магии, які павінны нікім чынам пауплываць на лёс селяніна, на добробыт сям'ї. Так само ў карнавальны мабрадзе прысутнічуюць розныя жывёлы, напрыклад, як коза. Гэта символ природы, якая кожны год помірае і знову воскрошаецца і нараджаецца. Так не значить, що год козы наступил, поэтому у нас коза, да? А не коза всё время. Ну, а чё козавцим, непрочим. Коза ў беларускім фольклору, гэта такі амбивалентны вобран, з одного боку, і саправды, палеўніча забіваюць гэту козу, але коза, гэта та істота, гэта та жывёла, яку на Беларусі вельмі шануюць, тому що ге коза ходить, там жито родить, ге коза ногой, там жито копой, ге коза топ-топ, там жито семкоп і гэта гдалей. Одним словом, ге коза бываю... Того счастья неминае. Кстати, помимо каких-то таких природних моментів, урожая, касающихся, да, или религиозных, наверняка, этот праздник, традиция, имеет какую-то социальну значимость, да, когда люди сплачиваются, ведь не только в рамках одной семьи проходят каляды, да, я так понимаю, собирается целая деревня, собиралась раньше, сейчас тоже, наверняка, а есть же у нас вот этот обряд калядные цари, который даже внесен ЮНЕСКО в список нематериального наследия, да, или нет, или все-таки, как правило, члены одной семьи участвуют? Нет, вы маєте рад, что якраз каляды на Беларусі, гэта вельми цікавая свята, якоя виконана целых шірах функцій, у тим ліку і коммуникативну функцію, і саправды зімовми і вечерами погуляць, пасля поста, а пасля починаецца і знову пост, тому каляды гэта той перет, калі чалавякав шіна можуть... А що касається вашого ансамбля «Громниця», непосредственно, у вас же не тільки калядные песни в репертуарі, да, я так понимаю, вот расскажіть немножко о своєм ансамбле, давно ли ви появились на світ, і чим людей радуєте? Ну, «Громниця» – це вже такі ансамбли, у минулому годі ми означали 20 годзі наші ансамбля, у першиню ми почали калядовать ще на початку 90-х годів. Судя по всьому, успішно. Так. І згодуюсь, поспіхово, тому що, ну, наприклад, ми отримали гран-при фестиваля «Каляда», які ладзіли на Україні в місті Ровно. Ось, с калядными программами ми выступали і у Паудньової Кореї, і у Швейцарії, і у Бельгії, і у Голланды. Шмат дзе ми якраз калядкі співали. Але ісаправді ми співаєм не тільки калядні пісні, у репертуарі ансамбля саме розділи по направленності пісні. Це тут і пісні і веснові, і масленичні, і летні пісні, і Купальські, і Жнивні. В студії «Хороше настроение» с нами общались на калядную тему, очень обширную, очень разнообразную. Руководитель асабли Громницей Владимир Кузьмич Зиневич і наша козочка, участниця коллектива Алена Грибко. І, ну що ж, зараз саме время послушати калядні пісні коллектив Громницы. Давайте грохнем. Каляска, давайте послухаємо. Каляска, давайте послухаємо. Я кричала, веки пялюнень камінь у Бога повився. Я кричала, веки пялюнень камінь у Бога повився. Ангелы співають, слава восклицають, На небе і на землі мир провозвяшаюць. Добрий вечер, дамо, хто витиме дамо? Шудрий вечер! А витиме дамо саме пане господа! Шудрий вечер! Саме пане господа! Стали застілау! Шудрий вечер! Стали застілау! Кубаки налівав! Шудрий вечер! Кубаки налівав! Гастича ставав! Шудрий вечер! Шудрий вечер!